Всем привет! С вами Дмитрий Петров и Футбольный регион на канале Губерния. Более 9 тысяч километров разделяют Самару и Южно-Сахалинск. Однако расстояние не стало преградой для 48 самарских болельщиков, которые отправились на самый дальний выезд вслед за своей любимой командой. Футболисты Крыльев не остались в долгу и вознаградили своих поклонников крупной победой. Когда начался матч в Южно-Сахалинске, в Самаре было 9 часов утра. Крылья заранее отправились в путь и, хоть и провели в дороге почти сутки, получили день на то, чтобы прийти в себя. Однако человеческий организм, как известно, не обманешь. На полноценную адаптацию к новому часовому поясу уходит, как правило, несколько дней. Так что самарцам, как ни крути, пришлось проснуться ночью, чтобы ранним утром выйти на поле стадиона «Спартак». Расстановка Крыльев не стала сюрпризом для соперника. Однако ротация состава продолжилась. Горботенко и Ткачок, которые так и не появились на поле в домашней встрече против Енисея, на этот раз оказались в стартовом составе. Впрочем, начали встречу активнее хозяева поля. Пока Крылья просыпались, игроки Сахалина устроили обстрел ворот Конюхова. Пробить с близкой дистанции плотная самарская оборона сопернику не позволяла, а вот удары издали наносились с завидной регулярностью. Вратарь Волжан уже побил все командные рекорды по длительности сухих серий. И на этот раз Конюхов играл спокойно и уверенно, хотя серьезных угроз дальние удары Сахалина, прямо скажем, не представляли. Крылья угрожали чужим воротам реже, но опаснее. Самым активным самарской атаке в первом тайме был Ткачук. Денис не стеснялся брать игру на себя и ставил перед Фроловым непростые задачи. Впрочем, до поры до времени голкипер Сахалина справлялся. Наверняка горел желанием напомнить Самаре о себе Виталий Булыга. В Крыльях уже не осталось игроков, которые выходили на поле вместе с белорусским форвардом. Но болельщики Виталия вне всяких сомнений помнят. К сожалению, для местных любителей футбола мяч до Булыги доходил нечасто. Когда крылья играют с тремя центральными защитниками, нападающим соперника вообще приходится тяжело. Спустя полчаса Сахалин, судя по всему, поверил, что на своем поле может играть на равных с лидером. Однако при первой же возможности самарцы реализовали перевес в индивидуальном мастерстве. Яхович принял мяч в штрафной, упал в борьбе с защитником и наверняка мог бы претендовать на пенальти. Но судья не спешил останавливать игру. Ткачук снова блеснул своим голевым чутьем, оказался первым на бесхозном мяче и без сопротивления вклотил его в сетку. Получив гол в свои ворота, хозяева не выбросили белый флаг. Дальневосточная команда продолжала гнуть свою линию, зарабатывала стандарты у чужих ворот и создавала, если не моменты, то по крайней мере серьезное давление на самарскую оборону. Ну а под занавес тайма крылья позволили таки Сахалину пробить из штрафной площади. Видеозапись показывает, что протесты обороны гостей были скорее всего обоснованными. Но боковой арбитр не поднял флажок и лишь неточность соперника спасла волжан от серьезных неприятностей. На тревожные звоночки у своих ворот крылья отреагировали правильно и своевременно. К началу второго тайма самарским футболистам, кажется, удалось таки в полной мере проснуться, и рисунок матча поменялся кардинальным образом. Уже в дебюте второй половины волжане могли удвоить свой перевес. После подачи углового в штрафной Сахалина вспыхнул пожар, и лишь с тресей попытки хозяева смогли подальше вынести мяч из своей вратарской. Изменилась и статистика по стандартам. Теперь уже у гостей регулярно возникали возможности для подачи в чужую штрафную. Когда на поле Якович подачи всегда опасны, а уж если к атаке подключается оборонительное трио канцедалов-таранов-бурлак и подавно. Внимания южно-сахалинцев на всех не хватило. Бурлак отклеился от опекуна, взлетел в воздух, как Майкл Джордан в лучшие годы, и ударом головой из пределов фратарской площади открыл счет своим голам за крылья. На 60-й минуте исход матча был фактически предрешен. По крайней мере, так подумали хозяева, Сахалин словно выбросил белый флаг. В атаку соперник шел все реже и без прежнего азарта. Самарцы же концентрации не теряли и крепко держали нить игры в своих руках. Чем ближе был финальный свисток, тем отчетливее обозначался перевес гостей. Разгромы игроки Сахалина, пожалуй, не заслужили, но уже не в первый раз сугубо оборонительная на первый взгляд замена, произведенная Франком Меркаутераном, привела к голу. Ярун Симайс долго залечивал травму, соскучился по футболу и свое игровое время использовался полна. Первым касанием отобрал мяч у соперника, а вторым отблагодарил Ткачука за удобный пас точным ударом под опорную ногу вратарю. 48 самарских болельщиков, которые добрались вслед за своей командой до Южно-Сахалинска, ликовали. Они своими глазами увидели, как на краю света длинный список галеодоров любимой команды пополнился еще двумя фамилиями. Сахалин попытался забить гол престижа, но Конюхов снова оставил ворота в неприкосновенности. Уже в следующем матче Евгений может побить рекорд ФНЛ по длительности сухой серии, но куда важнее продлить победную серию команды, ведь все конкуренты тоже добились побед, и борьба за выход в Премьер-лигу продолжается. Дальневосточный турне «Крыльев» продолжится во Владивостоке. Самарцы сыграют с лучом энергии. Лучшим экспертом по данной команде является, безусловно, Зураб Циклаури, который провел на Дальнем Востоке небольшой, но очень яркий этап своей карьеры. Сегодня Зураб Сергеевич – гость нашей студии. Зураб Сергеевич, добрый день. Добрый день, Дмитрий. Добились непростой победы на выезде. Очень много было, честно скажу, тревожных опасений таких перед этой игрой. Все-таки очень дальние перелеты. Многие опасались, что команда будет не в лучшем состоянии. Как бы вы прокомментировали матч в Южно-Сахалинске? Ну, я сам не летал в Южно-Сахалинск. Был занят другими делами. Но, судя по тому, как я смотрел трансляцию, хотя она была не очень хорошего качества, судя по тому, как я общался потом с теми людьми, которые там присутствовали, было непросто. Было непросто. Просто, несмотря на такой счет, казалось бы, достаточно приличный, играть было непросто. И, конечно, это разница во времени, это долгий перелет. Все это сказывалось, конечно. Но, тем не менее, благодаря грамотной организации, командных действий в обороне, исполнительскому мастерству наших футболистов, мы смогли в этой игре победить. И, считаю, мы сделали это заслуженно. Мы должны были это сделать, как наш главный тренер говорит. Мы это сделали. Первый тайм получился такой не очень удачной у команды, несмотря на то, что удалось повезти в счете. Вопрос, опять же, раннего времени начала матча. То, что во второй половине встречи крылья как будто немножко проснулись. И, как отмечал даже тренер команды соперника, в концовке самарцы превзошли физической готовности хозяев. Хотя после такого дальнего перелета на это сложно было рассчитывать. Ну, конечно, непросто играть в столь раннее время по-самарскому, если мы говорим. Конечно, непросто. Дальний перелет, раннее начало игры – это все накладывает отпечаток. Что касается функциональной подготовки, вы знаете, здесь же еще нюансы какие-то, что счет стал 1-0, 2-0, да, соответственно, потом Сахалин как-то пытался атаковать, забить гол. Да, мы, в общем-то, как в свойственной себе манере, играли прагматично от обороны, да, качественно оборонялись. И, может быть, такое впечатление сковало, что как-то Сахалин, может быть, подсел. Но нашим ребятам было непросто, поверьте. Ну и в следующий матч также мы играем на Дальнем Востоке, и соперник «Луч Энергия». В таблице «Луч» идет значительно выше, но есть и плюсы. Это то, что адаптация, наверное, уже произойдет. Вот по вашему опыту вы играли в «Луч Энергии». Насколько быстро можно адаптироваться к этому перелету, и можно ли считать, что команды будут уже в равных условиях? Ну, вы знаете, хочу сказать, что я год проиграл в «Луче». У меня только положительное воспоминание, эмоции от этого города, от той атмосферы, которая в то время там царила. Потому что был футбольный бум, мы выходили, соответственно, в высшую лигу, практически с первого места, и на каждую игру ходило очень много народа. И город мне понравился, люди, которые там живут, в клубе люди работают, только положительные. Сейчас, конечно, я не слежу там за посещаемостью, как развивать события, но, судя по всему, конечно, не так хорошо, как было в то время, когда мы там играли. У нас и коллектив был хороший, ребята такие были опытные, сплав опытной молодости достаточно. Вот. Но хочу вам сказать, что за тот год, который я там провел, когда мы вышли в высшую лигу, очень тяжело было именно адаптироваться к такой смене, постоянной. Потому что одно, когда команда приезжает на одну игру, играет и уезжает, а другое дело, когда ты играешь в лучей, постоянно меняешь место расположения, ездишь в европейскую часть, потом обратно в Приморский край. Мы делали очень просто. Мы играли игру, я сейчас говорю про луч, когда я там выступал, и на следующий же день же уезжали в европейскую часть. И у нас там было шесть дней до игры в европейской части. Когда играли в европейской части, мы сразу после игры улетали в Владивосток, и у нас было шесть дней для того, чтобы готовиться к игре с Владивостоком. В этой связи, считаю, очень правильным решением, но оно и напрашивалось, что мы поехали туда на две игры, да, ну и календарь так сложился удачно, и у нас есть время там более-менее адаптироваться сейчас к игре с лучом. Сейчас ребята уже в Владивостоке, соответственно, и это плюс, это плюс. Но, безусловно, игра будет тяжелейшая, потому что мы понимаем, что это одна из важнейших игр, сейчас одна из ключевых игр, на которую мы рассчитываем, потому что потом дома у нас СКА, энергия и последний химик. То есть, если мы в этих трех играх берем семь очков, то мы уже в премьер-лиге без тыков. Соответственно, с этой точки зрения это очень важная игра. И, я думаю, все понимают, и ребята это прекрасно все понимают, и должно быть, я думаю, все хорошо. Ну вот, сегодня луч энергии не борется за выход в премьер-лигу, находится в середине таблицы, тем не менее, наверняка знаете, что из себя представляет эта команда, какой игры можно от нее ожидать, и будут ли дальневосточники, у себя дома по такой же тактике действовать, как большинство наших соперников, или все-таки есть шансы, что мы увидим более открытый футбол? Вы знаете, на сегодняшний момент, насколько я могу понять про футбольную команду луч энергии, на мой взгляд, опять же, мои субъективные, это команда настроения, потому что, судя по результатам, они или очень хорошо играют, дают бой, и весело играют, азартно, и в атаку хорошо играют, и иногда проваливаются. И если мы попадем именно на такую команду, которая под настроение, так скажем, которая играет весело дома, которая в атаку хорошо играет, то, конечно, нам, безусловно, будет непросто. Будет непросто. Ну, и не забывайте, что это окончание текущего сезона, практически последние игры, я думаю, наверное, болельщики, наверное, придут, все-таки мы лидер ФНЛ, один из лидеров ФНЛ, наверное, на нас придут, чтобы посмотреть на свою родную команду, и в этой связи призываю наших ребят не расхолаживаться, ну, в принципе, я думаю, этого и не будет, потому что игра будет непростой однозначно. Ну, и уже затронули мы с вами тему текущей ситуации в турнирной таблице и раскладов на финише. Что вы можете сказать про конкурентов? Иногда нам преподносят неожиданные подарки, иногда, как в прошлом туре, наоборот, выигрывают все и достаточно уверенно, все-таки, кто более предпочтительно сейчас смотрится и у кого больше шансов? Ну, наверное, не открою Америке, что на сегодняшний момент, конечно, все в наших руках. Наверное, как и футбольный клуб Анжи, с которым мы делим первое и второе место, на мой взгляд, эти две команды имеют реальные шансы на прямую выхода в РФПЛ. И говорил всегда, и сейчас повторюсь, что мы смотрим на свою игру, мы смотрим нацеленную на только нашу игру, на игру в футбол, соответственно, для того, чтобы в каждой игре постараться добиваться максимального результата. Ну, и не забываем, конечно, про конкурентов иногда смотреть таблицу, как они играют. Но главный приоритет это своя игра, своя организация игры, те моменты, которые у вас есть, а одних достаточно бывает, несмотря на то, что мы играем, так скажем, прагматично, мы это понимаем, мы играем, качественная в обороне, в принципе, чему и свидетельство, за последние сколько игр, у нас ноль пропущенных голов, да, но в атаке, надеюсь, у нас все должно сложиться удачно, потому что сейчас и Денис Скачук, в общем-то, после травмы чуть поднабрал, соответственно, да, рвется, чему игра в Сахалине достаточно, и другие футболисты, и Габулов, и Чочев, я думаю, это атакующие, Горбатенко, Яхович, это те игроки, которые, на мой взгляд, за счет своего мастерства, за счет качественной подготовки, функциональной, должны на уровне ФНЛ добиваться результатов в каждой игре. Здравия Сергеевич, большое спасибо за ваше мнение, и надеемся, что мы в хорошем настроении будем встречать команду с Дальнего Востока. Безусловно, спасибо, будем болеть, конечно. Чемпионат мира приближается, и совсем скоро российский Мундиаль получит официальный талисман. В его разработке приняли участие дети и внуки самарских ветеранов. Им было предложено нарисовать, каким бы они хотели видеть талисман чемпионата мира. Идеи самарской детворы по интернету будут отправлены на специальный сайт, после чего с ними начнут работу профессиональные художники. На этом я, Дмитрий Петров, прощаюсь с вами ровно на неделю. Самые интересные моменты матча «Луч энергия» в Крилле Советов мы покажем вам в программе «Футбольный регион» на телеканале «Губерния» и официальном сайте «Крилле Советов». Пока! «Крилле Советов» «Губерния» «Крилле Советов» «Крок» «Крилля Советов» «Губерния» «Крилл» «Крилл» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»